Инвестиционный форум в седьмой раз собрал в Бресте представители бизнес-кругов из разных стран мира. Пакистан и Индия, Китай, Украина и Россия. Список зарубежных гостей впечатляющий. Все они руководители и специалисты предприятий, желающие сделать выгодное вложение. Их оппоненты – авторы инвестиционных проектов Брещины, у которых есть что предложить. К примеру, представители Брестобл-имущества готовы создать для своих будущих партнеров благоприятный инвестиционный климат, который откроет новые горизонты для успешного ведения бизнеса. Мы сегодня можем предложить инвесторам более 200 тысяч квадратных метров неиспользуемых объектов государственной собственности, которые расположены на всей территории Брестской области. Есть объекты от 50-100 квадратных метров до объекты площадью 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, мы можем сегодня предложить ряд интересных предприятий для приобретения акций в частную собственность, так называемую приватизацию. По крайней мере, сегодня мы представили здесь на форуме 10 таких проектов. А в целом у нас более 200 акционерных обществ, поэтому по любому из акционерных обществ, так как и было доведено главой государства, мы можем рассматривать вопросы и предложения по инвестированию в развитие этих предприятий. Новизну и интеллектуальную претензиозность форуму придали разработки и предложения представителей научно-исследовательских институтов и вузов Брещены. Их главный конек – инновационные технологии, которые при грамотном использовании принесут ощутимые результаты и станут надежным фундаментом для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня мы представляем новейшие технологии, которые развиваются и получили свое развитие в Барановском государственном университете. Основные – это ионоплазменное азотирование. Также развивается технология магнитно-импульсной обработки под руководством профессора Олифанова Александра Викторовича. Сегодня он находится здесь и пояснит нашему губернатору особенности этой обработки. Также развивается способ магнитно-электрического шлифования твердых покрытий, который также является эффективным методом, инновационным. И все данные технологии, они получили свое распространение и есть в них интерес производства. Очень мне понравилась презентация студентами нашими как раз проекта по освоению песков кварцевых, который как раз применяется в широкой гамме производства. Это в стекольном, это и в электронной промышленности, в дорожном строительстве. Поэтому хорошие проекты. Для инвесторов Брестская область – особый регион Беларуси. Выгодное географическое положение создает реальные предпосылки для капиталовложений и поэтому играет первую скрипку в принятии бизнес-решений. Сюда же можно отнести и свободную экономическую зону, наличие которой делает наш регион весьма притягательным в плане эффективного развития партнерских связей и установления новых контактов. Поэтому особое внимание зарубежных гостей привлекли проекты, связанные с развитием транспортного сообщения и логистики, что для туристической Брещины весьма актуально. Обязательно нам возможно найти хороший проект прямо и вместить здесь. Потому что я знаю, что здесь есть технопарк и есть свободный экономический район. Но вот эта политика для нас очень удобная и хорошая. Я однозначно могу сказать, что мы будем развивать, вот сейчас мы обсуждали, это проект «Водный путь» из Черного моря в Европу. Есть, вы знаете, река Дунай, а есть Днепр с выходом на Брестскую область, с выходом на Польшу. Мы готовы сюда будем и вкладывать и финансы, и вкладывать металл наш для развития этой темы. Кроме представления бизнес-проектов, в рамках форума были озвучены приоритеты развития области. Презентован ее экономический потенциал и инвестиционная политика. Как показывает опыт, возможности для деловых отношений у Брещины огромные. Об этом в первую очередь свидетельствует возросшее за 7 лет количество инвест-проектов, а отсюда и рост внешнеэкономического оборота со странами и партнерами. Это говорит о том, что традиционный апрельский форум – это широкая региональная площадка для привлечения инвестиций в экономику. Достаточно сказать, что вот за эти три года на эту пятилетку у нас заключены договоры, инвестиционных на сумму более 14 триллионов рублей. Уже только по прошлому году, если взять, мы освоили 760 миллиардов рублей, а за эти 2,5-3 года более триллиона. Поэтому идет работа хорошая, такая эффективная, и она использует, используется вот этот форум для дальнейшего расширения возможностей наших, в том числе экономических. Не стоит снимать со счетов и то, что сегодня, ввиду непростой обстановки на политической арене мира, многие инвесторы соблюдают осторожность в плане заключения договоров и, как следствие, капиталовложений. Однако, как отметил глава области Константин Сумар, инвестиционный караван будет идти и будет набирать обороты.